Друзья, здравствуйте! Сегодня четвертый день нашего путешествия. Хирурги России вперед! И мы сегодня в гостях в Бологде у Константина Пелепишина. Костя, здравствуй, дорогой! Приветствую всех хирургантов, приветствую Женя и Юра. Очень хорошо, что вы добрались до нас наконец-то. Ехали вы долго, но наконец-то доехали. Надеюсь, встреча пройдет в теплой дружественной обстановке. Посмотрим, поговорим. Ну и приветствую вас всех! Сейчас мы движемся к Константину в офис и там зададим ему насущные вопросы, которые касаются злободневной темы, вопросов хирологии, хиромантии. И мы попробуем ответить, наши дорогие телезрители, на ваши вопросы. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы уже находимся у Константина Пелепишина в офисе. Видите, какой тут замечательный антураж. С нами сидят наши друзья, также хироманта, кто не знает, Амара, Евгений. Точно так же давно практикуют и совместно все мы проводим исследования. Сегодня мы задаем вопросы Константину, поэтому давайте с этого и начнем. Давайте начнем, пытайтесь. Да, Константин, с чем чаще всего к вам обращаются люди, по каким вопросам? Ну, как всегда, как стандарт, наверное, как у всех, женщины обращаются с вопросами по личной семейной жизни, а мужчины по карьере больше всего. Но бывают иногда и перекосы, то есть женщина интересует карьера, мужчина интересует, как правило, может быть, личная семейная жизнь. Поэтому, если женщина интересует карьеру, 100% в семейных отношениях там бардак и все остальное. Поэтому здесь уже, как один из вариантов, уже можно по вопросу уже понять, и в некоторых моментах можно даже руки не смотреть, уже понять, в каком ключе ее нужно перестраивать для того, чтобы человек поменялся. Константин, а детей приводят, с детьми работаете? С детьми я детей не беру до 14 лет, но если в 14 лет ко мне они приходят, я уже четко знаю, что нужно говорить, как нужно строить беседу, для того, чтобы и ребенка не запрограммировать, самое главное, но и маму в заблуждение не вести. Поэтому я здесь всегда до 18 лет, я беру, если ко мне приходят 17-летние, то есть они приводят здесь на стуле, вот на твоем месте сидит сам ребенок, рядом сидит мама и слушает, мониторит, чтобы потом не было перекосов таких, что это неправильно сказал. И когда мы уже в диалоге ребенка рассматриваем, то есть мама очень много дополняет и ставит какие-то точки. Константин, расскажи, пожалуйста, как ты работаешь, ну вкратце алгоритм анализа и какие рекомендации ты обычно даешь людям? Ну первое, что я работаю, когда приходит человек, вот у меня есть такая штука, это грифель от карандаша, он очень просто получается, карандаш раскалывается на части, выбирается грифель, потом этот грифель через кофемолку, через сито, ну и получается вот так. Приходит человек, я ему мажу руки, когда руки измазаны, для чего это нужно, линии оттеняются, то есть я вижу уже, какие линии подсвечены, на каких линиях уже строится анализ. У меня человек сидит, вот у меня почти полтора-два часа, вот с такими руками я смотрю его судьбу, в принципе. Вопрос был, на чем концентрируешь? Да, то есть структуру анализа, на что в первую очередь обращаешь внимание, а что выявляешь, какие рекомендации даю? Первое, что смотрю, первое, что это характер, то есть анализ идет всех пальцев, то есть я смотрю большой палец, по нему характеристики, наверное, все уже знают, то есть сила воли, такт, дипломатия, основные таланты, углы ритма, углы гармонии, ну и пошел по пальцам. То есть амбиции, смотрю, заниженная у человека самооценка или нет. Средний палец, смотрю, человек склонен там больше работать, упахиваться, либо он может отдыхать. Потом, ну, все эти пальцы делаю, палец творчества, ну, палец общения, коммуникации. После этого я уже, намазанные уже руки, я уже смотрю способности и таланты уже по знаком, которые, ну, скажем так, высшей силы наложили на руки. То есть после этого я описал, смотрите, общие черты характера, используя пальцы, используя ногти, используя там тыльные стороны. В дальнейшем я уже беру, именно мы ищем таланты, как говорится. Как правило, люди говорят, что на 90%, что у меня нет таланта. Таланты есть у каждого, кто занимается хиромантией, знает, что самое главное раскрыть, если к тебе приходит человек и говорит, нет талантов, нужно их найти. Ну и в дальнейшем, после того, как мы нашли эти таланты, открыли его способности, конечно, человек может не соглашаться, он потом проверит. Как правило, к нам приходят те люди, которые до нас были еще, астрологов, танторологов, хиромантов, ну и так далее. Ну и потом уже пошел анализ линий. Анализ линий сглавного, то есть браки, как человек в социуме живет по линии головы, ну и соответственно сглавный анализ. А с какой линии ты начинаешь? С линии жизни? А я всегда беру, ну смотря кто приходит. Если приходит девушка, то она пришла 100% в браке, отношения, семья и все остальное. Беру, анализирую любовную сферу полностью. Ну и здесь я не скажу, то есть я беру все линии влияния. То есть смотрю, как она в отношениях. Смотрим, куда там загибается линия сердца, там возраиваются, разрывы. Общие характеристики я с этой линии снимаю. То есть говорю, идеалистка ли она, либо наоборот она там эгоистка, либо смотрю острова, что она у нее удовлетворена в отношениях. После этого я уже сферу карьеры, потом детей мы смотрим, ну потом основные жизненные события. Но я снимаю основные жизненные события где-то на 5-7 лет. Вот Константин, Если короткая линия жизни, к примеру, то что можно сказать? Ну короткая линия жизни, это 100%, это как все уже знают, этот миф, который сейчас развеиваем, не говорит о ранней смерти. У меня есть руки и из моргов, и всего остального. При длинной линии жизни умирают также очень часто. Поэтому короткая линия жизни не говорит о продолжительности, она говорит о качестве жизни. Понятно, что если линия кончилась в 45 лет, и дальше она не заменяется, не замещается чем-нибудь, но человек будет жить, но качество жизни, возможно, оно будет от другого или в лучшую сторону. Интересно меняется. Как правило, я не видел такого, что всегда какие-то замещения есть. Либо она уходит в угол холма Венеры, либо она уходит, ну скажем, расширяет холм Венеры. То есть человек усиливая воли, усиливая каких-то своих действий и мыслей, изменил поле. Ну и последнее, что я смотрю здоровье. По здоровью у меня своя методика, но не скажу, что она моя, лично, ведическая концепция, то есть я работаю с Варведой, это за каждую болезнь отвечает определенное качество характера. То есть здесь мы уже смотрим, я смотрю мелкие знаки, вот как у меня на схеме ватласе в пятой книге есть, и я уже смотрю. Болезнь, допустим, одного органа отвечает за то-то, за то-то. Болезнь другого органа отвечает за то-то. И как рекомендации, то есть я человеку пишу на листике, какие органы у него болят, по линиям это очень четко видно, допустим, все перекресты, кресты к линии жизни, когда вот это здоровье, у него какой-то из органов сбойнет, даже при условии, что если сейчас этот орган не болит. То есть так как человек неправильно себя ведет, определенный орган, ну допустим, если болит желчный пузырь, то человек очень извительный, если болит желудок, то это, как правило, у женщин это обидчивость, у мужчин гневливость. То есть даже если это не болит, но этот орган уже на руку выведен, а линии выводятся, мы знаем где-то за 3-7 лет до того, как я могу уже прогнозировать, когда болит, заболит это оттуда. Причем изменение судьбы здесь как раз состоит. Я предупреждаю его, говорю вот эту точку, и я уже человека, я не навязываю, я здесь говорю, два варианта развития событий. Либо мы ничего не меняемся, идем так, у тебя здесь заболит, это, 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 либо ты меняешь, ну говорю вот это, там убираешь, что визвительность убираешь свою, какую-то гордыню, может быть в каких-то проявлениях, убираешь там это, и вот эти знаки у тебя убираются. То есть я показываю на руках, ищут как все это выглядит, но как правило, это вызывает интерес очень сильный, у некоторых, только неинтересно, что на руках, и показываю, что должно исчезнуть, если он там будет меняться. Ну вот так, и рекомендация уже, как правило, лист А4, а иногда два листа А4, то есть я отдаю с собой, то есть, что я написал, как меняться. Ну и самое, что интересно, вот в плане развития, допустим, очень часто приходят женщины, без отношений, либо с сильными мужскими качествами характера. Вот здесь мы очень часто беседуем, как я говорю, сейчас вы руки уберите, пусть он у вас отдохнул, сейчас я прочитаю вам лекцию. Ну и начинаем, что у женщины две планеты, это Луна и Венера, Луна дает то-то, Венера дает то-то, то есть я смотрю их сексуальность, и все остальное, смотрим заниженную, там не заниженная самооценка, и уже после этого, я уже начинаю с ними прорабатывать. Я рисую рисунки, что будет, как будет, вот если ты будешь мужские качества проявлять, у тебя будет это, потом я это все показываю на руках, я подорисовываю, и вот выбор, вот смотрю у тебя конечная точка допустим, но идет линия влияния, но идет хорошо, сейчас девушки допустим 35 лет, 45 лет разрыв какой-нибудь, либо вилка, говорю вот смотри, вот здесь, если ты не изменишься, будет вот тот, то есть я не фаталист, да, и фатальность я, ну не привод совместимости, что ты анализируешь? Во совместимости партнеров, да, но я в совместимость уже наигрался, я мужчину, парт-пар уже не беру вместе, один опыт был, мне хватило раз и навсегда, когда лишнее слово, потом претензии уже к партнершам, я говорю, если вы приходите, то сначала муж, потом жена, а потом ваше дело, говорите вы друг другу, не говорите, все вот так, то есть мы видим, что полная совместимость все равно нет, да? Полной совместимости нет, да, совместимость есть, ну примерно, мы притягиваем, ну я не склонен, что мы притягиваем свою противоположность, мы притягиваем то, что мы заслужили, то есть есть такое понятие, зеркальная фиромантия, то есть люди наши зеркала, то есть если грубо сказать, ну по ведическим системам, если женщина обидчива, то она притянет к нему, прорабатываем свои желания, прорабатываем, то есть мы смотрим на партнера, как правило, вот сидит партнер плохой, я говорю, назовите одно-два качества, которые вам не нравятся, ну и здесь пошло, он такой, он плохой, теперь говорю, давайте тормознем, и давайте посмотрим на себя, вот я говорю, если вы зацепились за него, то у вас те же качества сидят, я вам расскажу, что мы это крючки, если бы у вас не было этих качеств, то есть он гневливый, вы обидчивая, то есть мы понимаем, что если мужчина наорал на женщину, скажем так, она обиделась, то есть вот этими крючками вы зацепились, если вы берете свою обидчивость, со временем у мужчины гнев тоже отойдет, например, вот в таком крюче, да. Еще такой вопрос распространенный, который касается призывания и предназначения, что здесь можно было бы порекомендовать, и как вообще работа в этом направлении происходит? Ну, самое главное, что вопрос хороший, спасибо за вопрос, но вопрос призвания и предназначения, он мне кажется самый сложный, почему сложно, потому что легче там посмотреть браки, легче посмотреть там карьеру, когда уволится, предназначение такая вещь, что человек может быть, ну, скажем так, родители навязали ему какое-то образование, мы смотрим это по линии судьбы, я четко вижу, навязанное это или нет, но все знают, как эти знаки смотреть, то есть привык к яму-то ли, линию судьбы к линии жизни, либо не притянута, либо она с Венеры уходит, ну и потом что? Потом я говорю, что вот вы меняете работу, и самое главное, как я смотрю призвания на ссиний, то есть мы анализируем все холмы, мы анализируем пальцы на руках, то есть смотрю капиллярные узоры, обязательно они выявляют, то есть скрытые таланты и способности, ну и самое главное, что я смотрю еще знаки, как правило, если индийский знак попадает, ну допустим, в область, ну образно возьмем в область Меркурия, то я говорю, что у вас талант, либо в сфере общения, либо в коммуникации, либо вы можете очень хорошо, но Меркурия это общение, то есть хороший бизнесмен, талантливый там предпринимать, то есть мы уже смотрим, иногда люди не, как бы, ну уходят, что у меня таланта в бизнесе нет. вот вопрос касается будущего развития хирологии, как ты это себе видишь, и вообще, как ты для себя различаешь хиромантию и хирологию, и кто ты хиромант или хиролог, вот расскажи, пожалуйста. Но по поводу будущего развития, здесь можно говорить много, и хиромантия, и хирология, я считаю себя хиромантом, почему хиромантом, то есть я сейчас стараюсь, видя знак чувствовать, то есть я как считаю, но это мое мнение, повторюсь, то есть, есть, ну скажем так, уровень телесный, когда человек может помогать людям, но руками, скажем так, космоэнергетика, либо фэншуй, гармонизация пространства, второй уровень, на котором мы все сейчас сидим, это считывание информации через руки, через допустим стопы, через физианагмистику, либо там кто-то видит ауру чакры, третий этап, я считаю, что, на мое мнение, самое возвышенное, это человек, не пользуясь ничем, смотря на человека, может давать какую-то информацию, и сейчас я пытаюсь вот с этого уровня подняться чуть-чуть повыше, почему, то есть я хочу научиться чувствовать людей, понятно, что вот, я считаю себя хиромантом, вот именно поэтому, хирология, да, мне близко, с хирологией начинал, но все мы начинали, то есть я вижу, как работают знаки, я вижу, но я пытаюсь уже почувствовать, и на консультациях, я пытаюсь, ну как-то, свои чувства и эмоции уже, которые мне идут к этому человеку, проверить. Поэтому хиромант у хирологии, конечно, будущее есть, да, но мое мнение, что ее надо очень сильно проталкивать, должен быть паровоз, за которым мы все должны пойти. Если это будет, если такой человек найдется, я готов все знания, всю информацию дать, но сам взять на себя это не готов, потому что мне, я уже чуть-чуть в другом направлении работаю, на данный момент мне не интересно, но какие знания будут от меня нужны, все несомненно я поделюсь. То есть у хирологи, да, подытожив, будущее есть, я знаю, да, все это видно, все это мы работаем, проводим конференции и так далее, но вот именно в этом направлении я готов подключиться, как помощник, свои знания я готов передать, но пока вот на данный момент не более того. Константин, мы уже были у многих специалистов, и всем задавали один и тот же вопрос, какие качества вообще должны присуще быть настоящему специалисту, квалифицируемому хироманту, да, или хирологу, который постоянно работает с людьми, что ты думаешь по этому вопросу? Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос, но я отвечу, много не буду, моделить, скажем так. Первое, что важно, хироман должен быть очень хорошим психологом, вы чувствуете, какой человек перед вами сидит, если понятно, это девушка, у нее вся руководитель, понятно, что здесь любое слово, это как на минном поле, ты уже выбираешь, что ей сказать. Если там человек с минимумом линием рук, то психикоустойчивая, можно уже как-то сказать так, но чтобы его не искупать в овациях за его положительные качества, а начать сдвинуть его с какой-то мертвой точки. Но и самое главное, что я скажу, то есть хироман должен обладать теми качествами, которые он пытается навязать другим людям. Ну, понятно здесь, если ты говоришь про брак и отношения, если ты пытаешься навязать людям, чтобы они не изменяли, ну, по крайней мере, ты сам должен соблюдать вот эти традиции. Если ты говоришь людям, как меняться по здоровью и что нужно сделать, то ты сам должен верить в это и свои веры ты должен убеждать других людей. То есть, как я, то есть, все пропускаешься. Пропускаем через себя, да. Как ведическая традиция, это говорится, я привержен к сию, мне она нравится, то есть, если мы не пропустили через себя, это информация. Вот если не пропускают через себя и человек уходит, то есть, если я не знаю, вот какой-то, как знак, допустим, хиромантик, как он работает, я не пропущенную через себя, я знаю, что эта информация либо торговка не подтвердится, либо со временем эта информация у него забудется. То есть, есть две категории. Есть люди, которые передают информацию, есть люди, которые передают знания. Знания же передают те, которые пропустили через себя. Но в ведах говорится, что если знание, ты вырастил в себе, даже если этот человек не понимает, а ты ему говоришь какие-то вещи, которые ты сейчас объясняешь, то ты ему как бы даешь это семя, которое со временем пропадет. Но здесь наглядный пример. Мы видим часто, что много проводится семинаров, тренингов по любовным отношениям. И если мы посмотрим на этого преподавателя, видно, что у девушки, у женщины, либо у мужчины там либо 25 любовниц, либо она сама в раздрайве. То есть нет гармоничных семейных отношений. Можем сказать, что на этих тренингах, семинарах, допустим, лучше не ходить, потому что через два дня вы уже не вспомните, что она говорила. Но если это девушка, допустим, либо этот мужчина все пропустил через себя, то есть он приверженец каких-то ну скажем так, традиций и он сам этим традициям следует, то что вы говорите, это будет оседать у партнера. Это даст, во-первых, обратную связь очень хорошую. Это даст в ее лице, вам привлечет будущих клиентов, потому что вы ее заражаете вот этой идеей. Ну и в дальнейшем у вас, вы как и роман состоите. Если вы просто говорите там, разведетесь, в ДТП попадете туда-сюда, ну эта информация на данный момент я считаю никакая. Но я понимаю, что все мы с этого начинали, я с этого начинал, и вы, я думаю, что тоже. Поэтому здесь очень важно, во-первых, два качества обобщают. Вы сами должны следовать тем, тому, что вы проповедуете, скажем так. Ну и хороший психолог, это обязательно вы должны. И образование? Образование. Но образование, оно, конечно, важно. Сейчас мы видим, что полгода или год назад прессинг по хиромантам пошел, то есть черный кошек вылавливали, это в Казани пример был. Образование, да, конечно, важно. Какое-то психологическое образование должно быть. Но оно должно быть для того, чтобы вы как-то уже на более профессиональном уровне помогали другим. Это, конечно, расширяет и ваше сознание, и более качественно помогать. Но у меня нет психологического образования, и я радиоинженер. Но есть высшее образование? Но высшее образование, да. Да. И самостоятельное изучение? Ну, самостоятельное изучение, но я считаю самостоятельный психолог, я изучаю вот эти ведические знания. Просто если представить на секунду, вот школьник, например, там после девятого класса он не поступил, там в десятый класс, например, не пошел, и он начал заниматься хиромантикой для того, чтобы это ремесло, на этом ремесле он мог зарабатывать себе на жизнь. Это как ты считаешь, это правильно? Смотрите, если мы ставим заработок во главу угла, сто процентов, он да, он прочитает пару книжек, он будет зарабатывать. Вопрос времени, когда он из этой, но система вытолкнет, сто процентов. Если это для помощи людям, ну и соответственно мы понимаем, что энергообмен в плане денег, там, ну каких-то может быть других услуг, он есть, то да, ты в системе удержишься очень долго. Но если это из-за денег, сто процентов, вопрос времени, когда выкину. Либо хиромантия, ты не будешь попадать в какие-то события, либо наоборот, ну как это сказать, будешь людям врать, ну, видеть не то, и соответственно вот эти события, которые ты будешь им проповедовать, они не будут сбываться. Вопрос времени, когда от тебя тоже люди будут подходить. А сарафанное радио – это самое главное радио, которое только можно придумать. Константин, еще такой, да, спасибо за ответ на вопрос. Еще такой интересный вопросик созрел. Именно каковы в твоем понимании тенденции современного такого подхода, возможности, да, что мы, какие возможности мы можем отсюда взять? Потому что сейчас в книгах написано одно, люди на практике пробуют, у них не получается, они, допустим, говорят, что все это ерунда, нельзя там до дня и часа смотреть события, что вообще точно нельзя. То есть какая точность прогнозов и что мы можем дать, что мы можем вытащить из этих рук, чтобы какую-то пользу указать? Ну, насчет точности прогнозов могу сказать. Я события умею снимать до 1-2 дней, но это если мы берем НАГО. Но я умею это снимать, но это не делаю, я этим не пользуюсь, потому что, ну, смысл какой вот знать, что вот будет до 1-2 дня в течение года, допустим. Видно основные тенденции, видно, правильный человек идет. Из рук можно вытащить очень много информации, но вопрос времени, дадите вы клиенту, не дадите, как он с ней распорядиться. Один из законов хиромантий мы все знаем, что не нужно говорить то, чего не просят. Поэтому я очень много вижу, но я уже понимаю, как это все преподнести человеку для того, чтобы он что-то информации с это делать. Ну, допустим, очень, но я вижу, допустим, очень часто, наглядный пример, то есть приходит женщина, она строит личную жизнь, но я вижу у партнера, допустим, очень много любовниц. Но зачем эта информация ей? Если ты скажешь, я диновникам разрушения чужой семьи быть не хочу. По карме, если я разрушил чужую семью, вот так же, сказав мне, смотрите, я знаю, что это ко мне прилетит. Поэтому та информация, которые не просят, я ее стараюсь не говорить. Но это не значит, что я ее не вижу. То есть, очень много на руках. Но поэтому здесь в ответ на твой вопрос, то есть, я считаю, нужно говорить то, о чем просят. Вот, как правило, я работаю по четырем направлениям. Это способности и таланты, это личная семейная жизнь, это карьера, это здоровье. Константин, вот если ты на руках увидел, допустим, такой знак не очень хороший, либо разрыв, какие ты дашь рекомендации для того, чтобы все-таки вот этот знак обойти, либо перекрыть его? Ну, смотря кто пришел, если пришел мужчина, то, соответственно, мы смотрим. Может быть, за разрыв в плане, допустим, отношений, может, у мужчины за два-три года там линии любовницы стоит. Ну, понятно, что я даю ему, что вот, да, ты встретишь, ты почувствуешь эти отношения. И как я даю два варианта, если ты здесь встретишь ее и будешь вот эти отношения продолжать с ней, то ты разрушишь свой брак. Но если это просто безлюбовница, то есть, я говорю, что нужно там поменять отношения к партнеру, ну, психологические методы и требования, они в любой психологической книге их можно найти. Поэтому уже вижу и знаю, как сказать. Если это женщина, ну, женщина более эмоциональна, поэтому лишнюю информацию, которую не просят, это тоже не стараюсь выдавать. Но однозначно, что могу сказать, ну, что сейчас, ну, тенденция, может быть, ко мне приходит, но если мы берем всех девушек за 100%, которые приходят ко мне, 70 из них обладают очень сильными мужскими качественными характерами. Если женщина обладает сильными мужскими качественными характерами, то ей понятно, что нужно набираться женских качеств. Это линия головы, когда идет? Ну, я смотрю обычно, да, 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 да. Но, как правило, у них холм Марса нижнего, он вот несистый. То есть, я говорю сразу, да, смотрю, у вас очень много мужских качеств характера и, как правило, вопрос, вам попадаются либо партнеры очень сильные, энергетические, либо очень слабы. То есть и туда, и туда я понимаю, что это под уже 100%, потому что я вижу, что она либо в какой-то момент перетянула всего мужчины, либо наоборот, он сильный, но он не дает ей перетянуть во втором варианте. Так как правило, у нее много мужских, и у нее много мужских. Это конфликты на пустом месте. Но если он слабый, я уже рисую здесь схемы, графики, у меня есть определенные там разработки свои. Я смотрю, вот набираешься женского, падает у тебя мужское, ну и соответственно, ты гармонизируешься. Пока я за все рассказываю. Ну и соответственно, всем женщинам хочу пожелать, пользуешься случаем, будьте женщинами, будьте девочками, как это говорится. Если вы ходите на штамгу, либо на гантели, увеличиваете свои мужские качества, то о личной семейной жизни в дальнейшем вы можете только мечтать. Я не говорю, что это не нужно делать. Это может быть нужно для фигуры, для коррекции, для какой-то. Но вы должны четко понимать, что вы должны подключать либо какие-то танцы для того, чтобы поднять свою энергию Венеры, поднять свою сексуальность. Либо вы должны что-то делать по энергии Луны, гармонизировать Луну, которая дает спокойствие, умиротворение и так далее. Какая-то йога должна быть. Константин, спасибо за рекомендации, которые ты дал. Надеюсь, что это поможет кому-то. Я думаю, это поможет. Все индивидуально. Я говорю, здесь в общем плане мы рассмотрели. То есть мы смотрим на руки, мы рассматриваем, мы уже смотрим, как человек уже к этому относится. Что для одного может быть работа, для другой это совсем непременно. Поэтому вы послушаете, да, но принимать на свой счет только после консультации специалистов. Ну вот, за тех, кто здесь сидят, я просто уверен. Спасибо. Самореклама, да, никто не отменял. Спасибо. Да, еще такой будет вопрос, который касается именно ограничений в херомантии, о чем стоит говорить и о чем не стоит говорить при работе, допустим, с клиентом. Потому что люди разные бывают, очень чувствительные, ранимые, как осторожно наносить информацию. Потому что сейчас вопрос понял, да, все хорошо. Спасибо. Первое, что я вообще никогда не говорю, когда я умру, скажите мне от чего, потому что я прекрасно понимаю полноту ответственности. Если ошибусь, допустим, там, на какой-нибудь год, я это все вижу, я это все знаю. Видно, как человек умрет. То есть, как человек поставить тело, если обращаться к медическим языком. Суть в том, что эта информация, говорю, эта информация не ко мне. Объясняю, как, что если вам хероман прогнозирует смерть, можете развернуться и уходить. То есть, профессионал никогда этого делать не будет. Поэтому вот вопрос смерти для меня закрыт. Некоторые говорят, у меня был такой опыт в этом начальном этапе, что я по неосторожности ляпнул. Потом я кое-как исправил эту ошибку. Потому что и очень часто приходят люди после там консультации херомантов. Мне сказали, что проживут, допустим, 50 лет. Но видно, что да, 50 лет. То есть, я говорю вам правильно сказали, но в 50 лет у вас будет какое-то событие. Если вы вот измените то-то, 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 вы пройдете вот этот период. Второе, что никогда не говорю, если не просят о любовниках и любовницах. Понятно, что это очень тонкая тема, это может быть ранить очень сильно. Третье, не говорю, хотя это тоже видно на руках, это о детях, смерть детей. Все это тоже очень прослеживается. Но самое главное, что здесь должна быть конфиденциальность, если пришел муж, а за ним пришла жена, то что я сказал там, я соответственно уже не говорю, не говорю, что если вы хотите, вы можете, если он вам доверяет, если вы доверяете, можете спросить у него, послушать записи свои, которые вы делаете. Вот это, наверное, основное все. Но смерть, что близко может хранить, вот поэтому говорю. Спасибо, Константин. Вот сейчас у нас 21 век, так сказать, на дворе, и наука развивается, как хирология, как хиромансия развивается. И сейчас в последнее время есть тенденция с коррекцией линии. Вот. Наверняка ты слышал об этом. Я знаю, конечно. Уже все слышали метод красной ручки. Метод красной ручки. Поэтому расскажи, пожалуйста, свое мнение, свое видение, как ты считаешь, работает эта система? Если работает, то применяешь ее ли ты? Вот. Несколько слов, пожалуйста. Ну, что я могу сказать? Мое мнение. Сразу повторюсь, это мое мнение. Но мое мнение я уже на судьбах клиентов посмотреть. Все это, несомненно, работает. Но здесь я должен договориться. То есть, работает как? То есть, у нас есть определенная судьба. То есть, у нас есть какие-то определенные события должны приходить в определенное время. И эти события мы вот можем притянуть, да, если я хочу, допустим, ну, сказать, денег. То есть, я рисую себя треугольник денег какой-то. Да, деньги я притяну. Но я притяну их столько, сколько мне по судьбе положит. Смысл здесь в чем? Вы должны понимать. Я этот метод не применяю. Я сразу скажу. Почему? Потому что я понимаю, что если вы хотите денег, и они вам сейчас не положены, вы эти деньги получите. Но вы перетянете это с других сфер. То есть, либо вы перетянете вот эту энергию со здоровья, либо вы перетянете семейных отношений. Допустим, вам сейчас 40 лет. Скажем так, в 45 вы должны заболеть. И вот эта энергия, которая вот нужна вам, она вам поможет выздороветь. То есть, мы сейчас рисуем, да, здесь треугольник денег, деньги вам приходят. Но нужно понимать, что я вот эту энергию взял авансом откуда-то. И там, да, я могу заболеть и выздороветь. А здесь я уже понимаю, либо, но не обязательно, что я там умру. Болезнь, вот это, оно, допустим, будет как-то остро проходить, либо будут какие-то операции. Либо в плане семейных отношений. То есть, берем мы туда, понимаем, что энергия у нас. Мы здесь что-то получили, что нам партнер не дало. Рисуем партнеру. Но партнера вы хоть вырисуйтесь на руках, но вы себя не притянете, если вам по судьбе это не положено. То есть, если женщина с мужскими качествами характера, как бы вы линию влияния не корректировали, понятно, что мозги у человека не меняются. Смысл от этого, я считаю, что никакого нет. Да, несомненно, может быть, она встретит партнера, человека, с которым она может построить отношения. Но если он вам по судьбе не положен, если вы его не заработали, то, несомненно, вы не притянете. Но все мы знаем такую пословицу, если хочешь получить принца, нужно стать, ну, принцессой. Если вы сейчас, скажем так, фигурально не принцесса, то хоть вы нарисуйте очень сильное влияние и прорисовываете ее там год, либо там, как это раньше делалось, линии там, вживлялись какие-то металлические пластины, но вы его, даже если притянете, гармоничных отношений вы с ним не построите. Поэтому... В моем понимании коррекция, то есть, это изменение качества характера. Вот здесь я корректирую, да. Можно назвать, но сейчас модное слово коррекция, это как хироман-корректор. Могу себя вот таким словом назвать. Но корректор не с красной ручкой. Если вы посмотрите на старе, у меня красной ручки нет, у меня есть черное, синее и карандаши. То есть, этот метод я не приемлю, потому что я знаю всю полноту ответственности. То есть, я нарисовал ему что-то, он притянул, в дальнейшем он не получил то, что ему по судьбе положено. Насколько может быть вредно, допустим, шраммирование или татуирование, мы так скажем, ладони? Ну, это вообще, я считаю, ну, моё мнение, это бред. Можно, конечно, всё зататуировать, но смысл в чём? Мы понимаем, любой шрам, любая татуировка, она оказывает негативное влияние. То есть, как я говорю, что не дорисовала природа, дорисовали мы сами. Либо в детстве мы упали на какое-нибудь стекло и порезали там где-то шрам себе оставить. Всё это, несомненно, работает. Но если вы уже смотрите и видите, что шрам сильно не затягивает, то либо недавно вы нанесли татуировку, нужно ждать проблемы по этой сфере. Но здесь мы должны понимать, то есть, если какой-нибудь, ну, мы нарисовали на холме какой-нибудь себе знак, нарисовали какую-то неправильную ручку, чёрный, как всё это рисует, но образно. То есть, понятно, что мы, вот это всё, знак работать будет на всю линию. То есть, с момента, как вы нанесли, до момента вот этого события. Но вопрос, хорошо или плохо, здесь нужно смотреть. Если это, допустим, картинки какие-нибудь, не хироманские, там скажем, не храмы, там не свастики, то это может быть в другую сторону себя направить. – Ещё же надо знать, что оно рисует. – Ну, это да, это нужно знать. – Ну, это знать точно, быть уверенным в этом. – Ну, быть уверенным, да. – А если дефектную линию, как ты считаешь, дефектную линию можно всё-таки чуть-чуть выпрямлять, вот коррекцией этого? – Нет, ну, выпрямлять можно всё, что угодно. – Красной лучкой, скажем так, психосоматически, так сказать, продвигать и, вполне возможно, может она… – Но если по линии жизни, то есть это менять своё качество жизни нужно. Можно, конечно, нарисовать, но насколько это сработает, я не уверен. Конечно, да, что-то вы себе там притянете, какое-то здоровье, может быть, вы себе нарисуете, допустим, если мы в плане здоровья берём. – Но чётко, вот я могу сказать, если, допустим, у вас в определённом возрасте должен заболеть, ну, скажем так, сердце, если вы людей там грызёте, едите, если у вас нет качества доброты, за которое, в принципе, сердце отвечает, как вы её не рисуете, в этом возрасте всё равно вот этот знак сработает. – И болезни сердцем, инфаркт, либо что-то они всё равно могут быть. Поэтому моя коррекция заключается в том, что я не рисую, я рассказываю, как поменяться. Но вопрос, меняется или нет, я уже партнёру даю уже он сам. Если он хочет меняться, пусть меняется. Что касается от меня, ко мне пришли, я рассказал, дальше уже отпускаю. В спасателя я уже не играю, то есть, и вот я уже не навязываю свои, как бы, услуги, то есть, пришёл и рассказал. Через год я говорю, приходите опять, мы уже посмотрим. – Константин, как раз, да, по поводу вот этого через год. Как часто происходят изменения и вообще меняется ли? – Ну, как я отследил на руках, линии меняются постоянно. У меня линии на руках, но не основные, конечно, второстепенные, где-то с интервалом в три месяца они меняются. – Ну, что я говорю своим клиентам, то есть, смотрите, вот та информация, которую я вам рассказал, она работает несомненно. Если вы начинаете меняться, как правило, всё это должно войти в сознание. То есть, если мы в своё подсознание всё это загоним, мы начинаем жить теми установками, которые мы здесь проговорили, да, несомненно, это всё будет меняться. Ну, примерно, как по срокам я ориентирую, 3-4 месяца у вас это всё должны войти в сознание. То есть, все мы знаем там техники, 40 дней, 108 дней, вот это. Через вот эти, как мы всё это в сознание вошло, линии уже начинают отрисовывать. То есть, по большому счёту, голова – это компьютер, и линии подстраиваются под те события, которые вы уже сами себе на прогнозировали правильными и неправильными действиями. То есть, здесь 4 месяца и 4 месяца на изменение линии, то есть, в идеале вы должны прийти ко мне через восемь месяц. Но мало ли вы там не сразу начали всё это делать. Либо у вас линии, может быть, не 4 месяца рисуются, а дольше, либо меньше. Говорят, через год вот приходите, а раньше смысла нет. Потому что у меня сейчас многие люди, я к вам приду через полгода. Говорят, через полгода нет, приходить не стоит, я вам буду рассказывать ровно то же самое. Поэтому давайте через год, либо, может быть, побольше. И это мой опыт. Это мой опыт. На самом деле, руку можно изучать всю свою жизнь. Ну это да. Поэтому каждый раз ты видишь что-то новое. И я думаю, что слово в слово, в любом случае… Нет, слово в слово, да. Не скажешь. Всегда найдется… Но человек ждет, я понимаю, Юр. Но человек приходит за чудом. Да, человек приходит за теми. Поэтому это чудо лучше показывать, когда прошел год, а не, допустим, 3 месяца. Поэтому я уже точно знаю уже, как рассказать и что рассказать. Угу. Спасибо, Константин. Еще такой вопрос, который касается, ну, знаков на руке или родинок, бородавок, шрамов. Часто задают эти вопросы, как они влияют эти родинки вообще. Ну, по родинкам могу сказать так. Моя система коррекции родинок я описал в книге. Суть в чем, что если родинка светло-коричневая, где бы она ни стояла, но если она не стоит на основных второстепенных линиях, если на холмах, она усиливает качество холма. Если родинка, допустим, темная-черная, то это, как правило, несет проблемы. Но кто занимался ведический херманец, знает, что черный цвет – это линия раху, это энергия раху. То есть, если черная родинка, как мушка, стоит на образом на холме Венеры, то здесь мы понимаем, что это будет работать и не в пользу партнеров. То есть, у меня такой опыт был, я видел очень много рук с черными родинками. Вот здесь она как мушка, она маленькая, но она черная. Пока, ну как говорит Владимир Васильевич Венагеев, многоуважаемый, пока родинка стоит, черные отношения не разрешены. То есть, человек что-то не так делает, и поэтому партнеры не дадут. И сколько бы он не пытался бы к себе привлечь к гармоничному партнеру, у него не получится. Своими качествами характери, если он меняет, убирает родинку, а родинки и уходят, и появляется тоже отслеживание. То есть, он получает разрешение на вот эти отношения. Допустим, на бородавке это однозначно негативно, где бы оно ни стояло. Хуже, если это стоит на основных либо второстепенных зонах. Ну и дальше. Я считаю, что это кармический паразит, который высасывает энергию. То есть, суть в чем? Пока вот человек находится в зоне действия вот этой бородавки, у него с деньгами не будет получаться. Как правило, знаете, я порекомендовал, идите сходите. Сейчас много центров, которые выбирают вот эти вот штуки. Но я говорю, вы должны готовиться к чему. То есть, это тоже на опыте. Пока у вас будет яма, шрам, который после вот этой бородавки, то есть, вы готовьтесь, что сейчас посыпятся со всех сторон на вас вот эти проблемы. Но так оно и получилось. Но я говорю, когда она затянется, вам вот это все вернется. Так и получилось. Он убирает эту родинку, у него бизнес практически чуть не разоряется. Но он уже готов, он какие-то свои активы он уже вывел. То есть, для того, чтобы потом их вести. Ну и сейчас я с ним поддерживаю хорошие отношения. Он говорит, да. Потом, как все это заросло, прошел еще месяца два. У меня начали и клиенты, и заказы, и все бизнес пошел в гору. То есть, поэтому, если у вас есть какие-то линии, какие-то знаки, как правило, часто бородавки на холме Юпитера. Юпитер связан с облицем. Что-то вы либо в амбициях неправильно делаете, либо что-то вы делаете вообще неправильно. Убираем это все. Если он стоит на солнце, либо на пальце солнца, это проблема социальным статусом. Но человек хочет стать начальником. Причинам его не ставят. Но это не значит, что убрав родинку, у вас поставят сразу начальника. Мы понимаем, что мы вот этот отток этой энергии, с этой сферы мы его брали. Ну, шрама действует тоже. Шрама и считаю, если они как бы усиливают, если они вертикально расположены, то да, это усиливают линию. Если они там поперек линии жизни, такие шрамы тоже бывают, то в этом возрасте все равно нужно готовиться. Что-то произойдет. Используя твою систему, растягивая каждый шрам, то есть мы можем увидеть по образам, по микрообразам, что произойдет. Негативный аспект. Ну, негативный, да. Что касается… Чтобы просто не было никакого желания шрамами увеличивать, улучшать линии свои на руках. Нет, вы можете и это что-то улучшить, но однозначно вы будете переразать другие линии. Энергия утечет. Вы улучшили одно, ушло что-то другое. Вы прорисовали себе, допустим, линию жизни, а здесь втыкается линия Меркурия. Вы ее пересекли. Поэтому, увеличив в себе качество жизни, вы у себя деньги… Ну, вы одну сферу… Разменялись вот этой сферой. Вы нарушили популярный узор, который… Да, который… Как Женя говорит, все, готовьтесь. Нарушение системы самосохранения у вас будет. Например, вот лучше оставлять все как есть, мое мнение, но работа на именно качественный характер. Вот это вот мои методики основные. Я ничего не рисую, ничего не меняю, я рассказываю просто как людям жить. И выбор я и наставляю. Основная задача наша Кахероманта – дать человеку выбор. Не настоять. Я не настаивал никогда. Раньше я уже, как это говорится, догонял людей и причинял им добро. Сейчас люди приходят сами за добром, я им пытаюсь рассказать, как все это делается. В общем-то, что бы мы могли пожелать нашим телезрителям? Ученикам. Ученикам, да. Во-первых, своих учеников я поздравляю с тем событием, которое у нас сейчас в Вологде происходило. Это редкий случай, как мы говорили, что, ну скажем так, без ложной скромности, есть цвет хиромантов собрался в одном месте в нужное время. Для Вологды это, конечно, ну на нашем этапе, на уровне хиромантии, это очень знаковое событие. Несомненно, я видел, что вот среди своих учеников глаза горели, глаза блестели, они поняли, что помимо классической хиромантии есть еще и образы, все это можно видеть. Мы рассмотрели, как выглядят лошади, как выглядят цифры на руках. То есть все это интересно. Я думаю, что ученики мои загорятся вот этой идеей и дальше начнут развиваться и станут хорошими специалистами. Им я чем могу, помогу. Ну и для, что пожелать людям, нашим телезрителям, это несомненно развитие хиромантии. Самое главное, что я хочу пожелать, не ставьте хиромантию как заработок. Если вы ставите хиромантию как заработок, деньги у вас в какой-то момент будут, но в конечном итоге вы с хиромантией вас выведут. Если вы ставите на помощь людям и при этом вы не отказываетесь от тех денежных средств, которые вам дают, то вы дальше будете процветать. Ну и самое главное всем, как говорится, шаблонные фразы. Развитие в хиромантии, здоровье, семейного, личного счастья. Ну и самое главное, чтобы вы совершенствовались в хиромантии, совершенствовались в этой науке, ну и конечно выкладывали свои знания на всеобщий просмотр. Потому что одна из традиций и ведической основе, если к вам знания пришли, вы должны отдать. Если вы их знания отдали, вам еще больше этих знаний дадут. Если вы начинаете зажимать себе знания, то вот в своем мирке вы и будете вариться. Поэтому делитесь с нами, мы тоже хоть и развиваемся в хиромантии, но нам иногда полезно послушать новичков, которые выкладывают свои блоги, блоги ведут, либо потому что я сам вспоминаю. Ну общий принцип хиромантии мы все знаем, чем мы больше знаем, тем мы понимаем, что мы вообще ничего не знаем. Поэтому да. Всем удачи, счастья, любви, здоровья, ну и дальнейших самосовершенствований. Развивайтесь, развивайте своих учеников, ну и все, чтобы у вас было хорошо. Благодарим вас, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. И вам тоже удачи в развитии вашей школы, вашего центра. Потому что Волод очень надеется на то, что благодаря Константину здесь будет действительно центр хирологии хиромантии. Ну все, не благодаря Константину, как мы выяснили, у нас Евгений Волод и Андрей тоже оказывается Вологодский. Вот если бы мы все здесь не собрались каким-то чудесным образом, мы бы не знали, что мы втроем в принципе с одного места. Но и вас для центра хиромантии давайте переезжайте, и все будет хорошо. Спасибо. Амара, такой вопрос к тебе. Ну, мне известно, что ты занимаешься также уличным анализом рук, то есть у тебя такая очень интересная накопилась именно практика, которой где-то нам не хватает, вот именно такого быстрого подхода. Какие, может быть, здесь интересные случаи у тебя бывали? Чем можно поделиться? Ну, что я могу сказать? Конечно же, когда время мало на анализ, это не кабинетный, когда можно посидеть, посмотреть, позвучать. И фактически для экспресс-анализа на улице выделяется примерно 10-15 минут. За это время нужно войти в ситуацию человека и четко дать ему ответ. Причем, чем четче, тем лучше, поскольку человек должен уйти, получив ответ на свои вопросы за очень короткое время. Соответственно, когда я начинал, конечно, были проблемы какие-то, то есть я нарабатывал опыт, правильность подхода, буквально экономил даже слова. Потому что, если есть время, можно лить воду как-то, разбавлять, располагать клиента, то в экспресс-анализе нужно говорить все очень четко, конкретно и следить за тем, чтобы человек понимал. То есть упаковать пакет очень быстро и полно. не сон. Соответственно, что я делаю? Моя практика – это, конечно же, сразу получить какой-то максимум информации. И, соответственно, не всегда есть время вникнуть именно в какие-то популярные узоры. Но в целом я понял, что я сначала смою на главные показатели ладони. Я смотрю форму ладони, я смотрю соотношение пальцев и самой ладони, смотрю силы человека и для себя решаю, кто передо мной. То есть я уже говорил сегодня, да, это энергия. То есть какой базовый потенциал энергии для человека. Либо это, например, у меня, я вероятность беру, что это, например, какой-то начальник или независимый бизнесмен, который руководит какими-то ресурсами лично. То есть это для меня высший какой-то топовый вариант. То есть я его разрабатываю. Или, например, это человек, который работает на систему, но занимает в ней какое-то положение. Либо, например, среднее звено. Для меня, значит, это средний уровень – это менеджмент, администрирование, работа на систему. То есть верхний уровень – это, например, работа в самой системе, например, в той же системе, но начальник. И нижний показатель – это сфера обслуживания. Это человек, который полностью находится в подчинении системе. У него, соответственно, меньше каких-то показателей свободы и так далее. Какие нюансы возникают все-таки при работе на улицах? Какие такие, может быть, забавные даже с ситуацией? Тут требуется культивирование и выработки такого качества, как правильное коммуницирование. Поскольку люди, они иногда проверяют хироманта, его провоцируют как-то, пытаются раскачать его. Для того, чтобы получить какие-то бонусы от этого, подкрепить свой ложный эго, самолюбие подкачать, и пойти радостным. Соответственно, здесь очень важны факторы коммуникации. Если, например, я вижу в человеке, что он пытается что-то, как-то меня… Вампир. Да, то есть, закидывает какую-то провокацию, я сразу так блокирую. И вот эти качества очень важны. Просто отсекать, пресекать всевозможные провокации. Поскольку для меня очень важно, я сразу с клиентом договариваюсь. Либо я веду, а ты слушаешь и отвечаешь и так далее. Но если он начинает пытаться верховодить, я сразу пресекаю эти попытки, поскольку у меня уже достаточно опыт, который показывает, что можно потерять просто много очень энергии. А вот какие советы ты дашь, если кто-то решит выйти на твой путь? Три совета, как себя держать, чтобы работать на улице, скажем так. Если вы планируете работать на улице, если вы планируете попробовать себя в качестве уличного хиромата, и при этом вы обладаете какими-то навыками, то, конечно, это будет очень незабываемый опыт. Конечно, это очень сильная прокачка личностных качеств. Близи всего нужно уметь четко формулировать свои мысли, четко коммуницировать, постоянно смотреть, то есть ведете ли вы человека. Нельзя говорить и не видеть, например, о чем он думает. Поэтому я часто через каждые 15-20 секунд смотрю человеку на лицо и смотрю, он со мной или улетел. Я его всегда спрашиваю, вы понимаете, что я говорю? То есть при этом должен был такой фул контакт, то есть полный контакт с человеком, максимально близкий. И, как правило, это все работает, это первое. Ну, второе, я считаю, что, конечно же, без должного навыка и познания фиромантии, причем нужно уметь, нет времени на интерпретацию линий, нужно видеть просто. Вот эта линия, это все, я уже, я вижу и говорю одновременно. У меня нет времени на интерпретацию, может это так, может это так. Поэтому нужно довести свой навык до именно видения таких ситуаций. И, соответственно, есть этикет, не говорить ерунду, не думать, что сейчас человек уйдет. Всегда нужно стремиться, чтобы человек уходил в хорошем настроении. То есть даже если вы хороший хиромант, вы там что-то видите, но отпускаете человека на каких-то пониженных тонах, это очень большой минус. Человек должен себя вдохновленно уходить, потому что вы ему дали какой-то путь, вы ему путь осветили, куда идти. И доказали ему, что это так. Он такой просветленный. А иностранцы обращаются? Да. Вот есть какие-то такие свежие истории? У меня есть интересная история. Вот ко мне подходят иногда цыгане, которые сами являются профессиональными, вот именно профессиональными гадалками на улицах. И причем они занимают очень такое смиренное положение, они доверяют, и прям внимательно слушают, что им скажешь. И в этот момент я хочу сказать, что многие считают, что цыгане разводят, но они очень сами верующие. Люди внутри, они очень осторожены к лишним словам против них. То есть они очень как бы пытаются быть защищенными от этого, поскольку они верят в силу слова сами. И когда они ко мне приходят, я так с ними налаживаю отношения, они очень правильно воспринимают информацию и очень благодарят, соответственно, пожелания какие-то. Но, как правило, я деньги от них не очень беру, потому что это просто очень для меня интересный опыт. Да, такой. Ну, кстати, я хочу сказать, что цыгане вот вообще становятся, то есть если душа воплотилась в теле цыгана, то это особая карма. Я это просто знаю. А руки, вот цыганские руки, понимаешь, можешь описать? Да, вот, например, была цыганка, у нее на левой руке, на линии жизни, вот на холме Венеры, как говорил Константин, черная точка была. То есть это говорит о том, что их таланты всегда берутся за счет чего-то. То есть если у них там кармическая какая-то тема стоит, ну, блок, например, на личной жизни, да, что-то, то все равно есть какая-то компенсация, она выходит тем, что у них, как бы, они могут за счет этого сами очень сильно чувствовать других людей, интуиция повышается, но при этом вот у них в чем-то все-таки какое-то... Если где-то упало. Да, если где-то прибыло, то прибыло, да. То есть личная жизнь. Да. Вот, например, черная точка на линии жизни у меня была цыганка. Я еще до этого как раз работал со знаками блокировки черных точек, и тут вот цыганка, у нее вот так черная точка. Вот. Ну, соответственно, на левой руке. На левой это, значит, кармические долги, с которыми человек пришел. Ну... И как лип рекомендовал бы пройти эту точку? Или не было рекомендации? Для них? Ну, конечно же, во-первых, кто такие цыгане? Ну и сразу. То есть цыгане это люди, которые, они вне системы всегда. Вне системы, да. То есть для них, например, социум это, наоборот, то есть он вызов какой-то. Разрушение. Они себя всегда противопоставляют этому, поэтому они как бы некие изгои. Да, каста отверженная. Да. То есть это пятая каста, скажем так, которая всегда сует параллельно. Ну, сейчас цыгане уже как бы не те, потому что в моем детстве это были таборы, я их сам видел, лури, которые там приходили, там располагались, там женщины шли сразу там обрабатывать население, а мужчины там смотрели, где можно что стырить. поблизости. Ну вот у цыган знаки ясновидения попадались? У меня, да. Вот я говорю, что была цыганка, и у нее это руки определенные, такие, кстати, очень четкие линии, вот это, которые связывают на Луне, от Луны идут, на холм Меркурия, то есть к линии головы, сильные линии, да. Да, то есть, да, причем не просто интуиция, а как бы знаки воздействия на людей, они пользуются определенными логическими такими формулами, которые пробивают человеку, его защиты, да, в какой-то мере. Причем есть очень интересная формула, я сам над ними работаю. Уличный хиромант, он всегда все, со временем будет все знать. Вот просто как двумя-тремя словами обезоружить человека, войти к нему куда-то в подсознание, в голову залезть, что нужно для этого сказать. То есть должно быть абсолютное спокойствие, внутренний штиль. И любые агрессии нужно воспринимать как рабочие моменты, то есть не вовлекаться ни во что. Но я могу сказать несколько техник, которые работают, просто я, которые применяю. То есть если человек агрессивный очень, если он, очень важно никогда ни перед кем не оправдываться и просто стоять на своем. А если, например, человек что-то говорит, нужно просто попросить дать руку. Вот если человек дал руку, то вы уже сняли с него агрессию, он открыт. Все. И нужно просто сказать его что-то, вдохновляясь. Как правило, люди, они очень задавленные, закомплексованные, злые. И если ему сказать что-то, пару хороших слов, он уже все. Он растает и как бы снимется вот этот блок напряжения. Вот такой очень момент интересный. Очень интересный также момент, что я сам несколько раз пользовался таким моментом. Вот можно повышать температуру человека, можно понижать ее. То есть в разных как бы амплитудах. Потому что если мы говорим человеку что-то серьезное, например, видим, что он, например, вот я, например, вижу, что человек, вот мужчина изменяет своей жене, да, он такой бабник такой, да. То есть я, моя информация никак на него не подействует, если я ему жестко скажу, в чем его последствия, то есть эта ситуация, да, к чему он придет. Я ему облицую картинку и как бы немного вот как бы ввожу его в этот огонь. То есть он там немного горит и он выходит оттуда. То есть мы как бы подкидываем иногда дрова. Но иногда человеку нужно, наоборот, охладить от разных страхов. Если, например, человек приходит и говорит, мне поставили диагноз, что у меня рак, например, да. То есть нужно охладить человека, поскольку у меня, например, был такой случай, что женщина за компанию сходила, проверилась по онкологии и у нее что-то нашли. Буквально за три месяца она попала в психушку. Нужно человеку сделать так, чтобы он доверил и вывести его из этого состояния просто. Но на самом деле это нужно делать очень быстро. То есть потому что у личного хироманта очень мало времени в этом плане. Вот. Может, еще какие-то вопросы? Ну вот, кстати говоря, если действительно ты вот увидишь онкологию, которую через два-три года идет вот она, и каким образом ты поступишь тогда? Мало времени, нужно сказать. Как сказать? Ну, моя методика очень простая. Я не говорю ничего конкретного. То есть я не говорю, что вот здесь в 40 лет онкология. Я это не говорю никогда, потому что я чувствую, что я не должен так говорить. у меня есть связь с пространством, я чувствую связь с этой аурой человека, то есть с его информационным полем. Я знаю, как я могу нарушить его или что-то. Просто я говорю, что здесь нужно быть осторожным. просто вот, например, говорю, что в 40 лет нужно поосторожнее быть, например, с гинекологией. Я вижу, что человек не напрягся, он понимает, да, там, как бы, все, мы идем. Человек просто себе засечку сделал, проверяется и, соответственно, может помогать даже себе. Вот. Но, что касается, например, измен какого-то там предательства, да, если мы видим, что человек может изменить, да, и видим последствия, ну, я здесь очень жестко. Я просто говорю человеку, что вы можете разрушить свою жизнь, то есть я загружаю в него по полной информации. Я не считаю, что это тем самым мы, как бы, разрушаем, потому что я знаю, что вот ко мне приходят люди уже, извиняюсь, с последствиями на рубленных вдров, когда уже поздно что-то. И вот если был бы человек, который до этого бы ему что-то сказал, хотя бы немного охладил, то он, как бы, может быть, по-другому прислушался. Да, прислушался. Понятно. Ну, наверное, часто задаваем вопрос, это деньги, да? Вот как ты смотришь деньги, тебе надо быстро посмотреть, будет ли успешным человек или нет? Вот в какой области, так сказать, смотришь? Ну, в финансовую, в финансовую. Вообще, первое, что я смотрю, это силы, это энергия. То есть у каждого человека есть в распоряжении какая-то энергия. То есть если это рука земного огненного типа и все холмы приподняты, да, то есть они налиты, для меня это человек энергичный. То есть он может сделать деньги. Он заработает сам, да? Я сравниваю две руки. Если я вижу, что линии на левой хорошие, на правой они не очень хорошие, я сразу говорю, что вы идете не туда. То есть вы свой потенциал не вырабатываете. То есть я смотрю там вот линию социального статуса Солнца, да, линию, например, связи Меркурий, да, то есть как он вокруг него, потому что Меркурий – это антенна, которая сканирует пространство. Может быть он не обращает внимание на возможности какие-то, да. То есть, соответственно, потом я смотрю линию судьбы, как она вообще дана ему, откуда деньги, да, берутся. Например, это работа с клиентами, например, от линии Луны, например, да. И я смотрю, как ее. Потом я смотрю треугольники, вот эти основные базовые расположения, да, то есть треугольник, например, линия головы судьбы Меркурий – это некая батарея, которая дана по левой руке, да, это и возможность построить карьеру. Если на левой руке по какой-то линии нарушен треугольник, там, например, Меркурий – это значит, ну, он теряет именно в коммуникациях, он не продвигается, он не идет выше, то есть он просто застрял на каком-то. Если по линии судьбы он, значит, не туда просто отклонился, сменил контору не на ту. И линию головы – это значит, что у него просто не хватает какого-то понимания. по этим показателям я смотрю, как бы, куда что идет, и, ну, например, дефективные… Венера и линия сердца, бывает у мужчин, например, личные, сердечные дела нарушают ход карьеры. Ну, то есть я просто сравниваю линии, да, смотри потенциал, потому что, ну, тут не прыгнешь выше. То есть я говорю, что да, деньги можно заработать, вот там-то, там-то. Вот, не прыгнёте быстрое сравнение таких корольких acji. Субтитры создавал DimaTorzok В Останк bolag Редактор субтитров А.Семкин